20 августа в Доме культуры села Новому Рапталову Кургазинского района состоялось традиционное августовское совещание работников образования. В совещании приняли участие глава района Ахат Кутлахметов, главы сельских поселений, представители учреждений, а также депутаты Совета муниципального района. В этом году почетными гостями района стали первый заместитель министра финансов Республики Башкортостан Лилия Истамгалина и главный специалист-эксперт отдела мобилизационной подготовки Министерства образования Ильгиз Нигматуллин. Главным вопросом минувшего совещания стало создание современной безопасной образовательной среды. По словам спикеров, безопасность детей является одним из главных факторов комфортного обучения. Успешность учебно-воспитательного процесса и правильное развитие учащегося зависит от комфортности и безопасности. Во всех учреждениях муниципального района работа по созданию безопасной образовательной среды ведется по нескольким направлениям, каждый из которых содержит комплекс мероприятий. Противопожарная безопасность – это и система автоматической пожарной сигнализации, планы эвакуации, инструктажи по противоварной безопасности. В сфере образования уделяется большое внимание со стороны правительства и местной власти. На сегодняшний день расходы на образование составляют около 30% бюджета республики. Сфера образования является одним из 12 стратегических направлений развития Российской Федерации на период до 2024 года. Основная задача в этом направлении – обеспечить вкаждение России в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения. Также на совещании обсуждался кадровый дефицит в школах района. Глава администрации Кругозинского района выразила беспокойность в связи с нехваткой преподавательских кадров. Образование – это главный стратегический ресурс социально-экономического развития района, республики и страны. Важнейшую роль в этом играет кадровый потенциал. Более 60% выпускников школ в нашем районе ежегодно поступает в высшие учебные заведения. Однако, несмотря на то, в районе наблюдается нехватка квалифицированных кадров. В ходе совещания были подведены итоги работы и поставлены новые задачи. По итогам встречи были четко определены долгосрочные цели и ориентиры, а также механизмы достижения поставленных задач. Павел Игошин, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».